Всем привет, ребята! С вами GoodApple, и под прошлым видосиком с локатором игроков уже набралось очень много лайков. И поэтому, сейчас я вам покажу вторую, более усовершенственную версию, которую можно будет использовать уже и в различных мини-играх. Ну а перед началом просмотра, жмякни на лайк под этим роликом, и не забудь нажать на кнопочку подписаться! А мы погнали! Ну что, давайте я вам сначала покажу, как же пользоваться этим локатором. Смотрите, этот локатор работает точно так же, как и во всех мини-играх, то есть это просто компас, который показывает на всех остальных игроков. Но есть один нюанс, перед тем, как им пользоваться, нужно его выбросить где-то рядом с собой, либо же просто под себя. Это делается для того, чтобы нам выдался тег, и компас не искал нас самих. Ну а также забирается тег у всех остальных игроков, если у них вдруг также есть или был компас. Ну что, как пользоваться этим компасом я показал, а теперь давайте покажу, как же это всё работает. Так, ну что, начинаем, как обычно, с ключевых командных блоков. Ставим первый командный блок, и записываем в него такую команду. TestForce. Так, ставим следующий командный блок, и в нём будет такая команда. Execute собака E в квадратных скобках type равен item, запятая, name равен компас. Ставим три тильды. Пишем execute собака P, снова ставим три тильды. Дальше тег собака S, add, компас. И ставим командный блок на режим цикла, и работает всегда. Так, поставим блок сюда, просто чтобы на него встать, и ставим третий командный блок, в котором будет такая команда. Пишем execute собака A в квадратных скобках tag равен, ставим восклицательный знак компас, ставим три тильды. Пишем setWorldSpawn, и снова ставим три тильды. И ставим командный блок на режим цикла, и работает всегда. Есть. Теперь этот блок мы убираем, он был просто вспомогательным, а сюда мы ставим компаратор, и ставим два редстоуна. Так, и за ними ставим следующий командный блок, в который запишем такую команду. Пишем тег собака E remove compass, и больше в этом командном блоке мы ничего не меняем. Есть, ставим следующий командный блок, и пишем такую команду. Execute собака E в квадратных скобках tag равен item, name равен компас, ставим три тильды. Пишем give собака P compass, и ставим командный блок на режим цепи, и работает всегда. Так, ставим следующий командный блок, и записываем в него такую команду. Тил собака E в квадратных скобках tag равен item, name равен компас, и ставим командный блок на режим цепи, и работает всегда. Есть, вот и всё, наш механизм полностью готов. И обратите внимание, что циклические командные блоки все смотрят вбок, а командные блоки слева смотрят вверх, и идут одной цепочкой. Ну а теперь давайте проверим наш механизм. Смотрите, сейчас компас работает у второго игрока, и чтобы он работал у меня, я его выбрасываю, так, и теперь он у меня работает. Вот, сейчас он показывает на второго игрока. И если сейчас второй игрок снова выбросит компас, у меня он работать не будет. Получается, когда мы выбрасываем компас, мы его активируем до того момента, пока им не воспользуется другой игрок. Ну а на этом всё, ребятки, всем огромное спасибо за просмотр, жмякай на кнопочку лайка, если понравилось видео, и не забудь нажать на кнопочку подписаться, и присоединяйся к нашей пока что маленькой, но очень дружной семье. И да, ребятки, кто ещё не знал, я в своих видосиках делаю бесплатную рекламу, которую можешь получить и ты, и если что, все условия смотри в описании. Ну а в этот раз победил канал Golden Creeper, у него на канале вы найдёте видосики с обзором ресурс-паков по Майнкрафту, так что кому интересно, ссылочка где, правильно, в описании. Ну а с вами был GoodApple, всем до скорого, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok